Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Сброс BIOS может понадобиться тем пользователям, которые любят покопаться в его настройках, когда после изменения настроек что-то начинает работать не так, а то и вовсе перестает работать. Также сброс BIOS поможет в тех случаях, когда вам необходимо сбросить пароль, который установлен на вход в BIOS. Если вы изменяли настройки BIOS и уверены, что неполадки в работе компьютера вызваны именно этими изменениями, самым простым вариантом решения проблемы будет сброс его настроек. Далее в видео мы разберем как сбросить BIOS до настроек по умолчанию, внутри интерфейса, а также что делать, если на доступ к настройкам установлен пароль. Прежде чем сбрасывать BIOS к заводским настройкам вы должны точно знать для чего это делается. Обнулять конфигурации BIOS нужно в таких случаях. Если необходимо сбросить пароль на вход в BIOS или пароль на продолжение запуска операционной системы. Если компьютер работает нестабильно или не загружает операционную систему. Если вы изменили конфигурации настроек BIOS, но не уверены в правильности выполнения своих действий. Итак, сначала давайте разберем как сбросить пароль в настройках самого BIOS. Этот способ подойдет если на него не установлен пароль, и у вас есть возможность попасть в BIOS Setup. Чтобы попасть в его интерфейс в первые секунды включения компьютера нужно нажать одну из клавиш F1, F2, F8 или Delete. В зависимости от модели материнской платы это может быть и другая кнопка. Как правило нужная кнопка отображается внизу экрана при запуске компьютера. Если вы все сделали правильно на экране вы должны увидеть меню с настройками. Здесь нужно найти пункт сброса с названием вроде Low Default BIOS, Reset to Default, Factory Default Reset, Setup Default и т.д. Обычно он находится в разделе Exit. Нужно лишь выбрать этот пункт и нажать Enter, а затем подтвердить действие нажав ОК. После этого компьютер перезагрузится, а настройки BIOS будут сброшены к заводским. Если по какой-то причине вы не можете попасть в интерфейс BIOS или найти нужный пункт, давайте разберемся как быть в таком случае. Для следующего способа вам понадобится снять крышку корпуса, чтобы получить доступ к материнской плате. Поэтому если вы недавно купили компьютер или ноутбук, помните, что открытие корпуса может привести к потере гарантии. Если на системном блоке нет пломбы, крышку можно снимать. Этот способ поможет вам не только обнулить BIOS, а еще он берет пароль для доступа к его настройкам и пароль для продолжения загрузки системы. Тут тоже есть несколько способов это сделать. С помощью перемычки на материнской плате, специальной кнопки или просто вынуть батарейку. Давайте начнем с батарейки. Сперва выключите компьютер, а если это ноутбук, отключите его от сети и извлеките батарею. Затем снимите крышку системного блока или нижнюю крышку ноутбука. Нам нужно получить доступ к материнской плате устройства. Теперь на плате нужно найти батарейку, которая питает мозг памяти. Аккуратно извлечь батарейку с гнезда и спустя некоторое время, минут 10-15, установить ее обратно. После этого в BIOS должны установиться заводские настройки. В ноутбуках батарейка может подключаться к материнской плате с помощью проводов и специального разъема, а иногда и вовсе может быть припаяна. Если она подключена с помощью проводов, выдерните этот разъем из платы. В том случае, если она припаяна, ее лучше не трогать, а воспользоваться следующим способом. Если ваш ноутбук современный, то отвинчивать возможно ничего не придется. Переверните ноутбук нищим вверх и посмотрите, нет ли там надписи CMOZ. Если есть, то рядом должно находиться отверстие. Засуньте в него скрепку или что-то типа этого и подержите примерно 10 секунд. Еще рядом с батарейкой вы можете увидеть перемычку. По умолчанию перемычка замыкает контакты 1 и 2. Для обнуления настроек BIOS нужно переместить перемычку на второй-третий контакт. Важный момент. Операцию необходимо выполнять при полностью отключенном компьютере от сети. Пока перемычка находится в новом положении, нажмите на кнопку питания компьютера и удерживайте ее 10-15 секунд. Компьютер не включится, так как он обесточен, но произойдет сброс настроек BIOS. После этого можно вернуть перемычку на старое место, а затем собрать и включить компьютер. Контакты могут быть подписаны следующими названиями. Вы сейчас их видите на экране. На некоторых материнских платах может быть только два контакта рядом с одной из этих надписей. В таком случае для сброса настроек необходимо их замкнуть любым токопровождящим элементом при выключенном ПК. К примеру, это можно сделать с помощью отвертки. Детальную информацию о том, как использовать перемычку для сброса настроек BIOS, вы можете прочитать в документах материнской плате. В материнских платах премиум класса для выполнения данной операции зачастую имеется специальная кнопка. Если найдете такую кнопку на своей материнской плате, просто нажмите на нее, настройки BIOS обнулятся и вам останется только собрать и включить компьютер. В заключение хочу сказать, что у некоторых моделях ноутбуков есть еще одна энергозависимая память, которую в принципе нельзя отключать обычным способом. В некоторых случаях без сервисного центра не обойтись. Также, чтобы добраться до батарейки или нужных контактов, нужно полностью разобрать ноутбук. У нас на канале есть видео, которое вам в этом поможет. Смотрите его по ссылке в описании. И еще один важный момент для ноутбука. Если вы замкнули контакты, а затем все собрали и BIOS не сбросился, нужно сделать следующее. Замкните контакты и не отпускайте их. Параллельно подключите сетевой шнур питания к ноутбуку и включите его на 20-30 секунд. Затем выключите и разомкните контакты. Возможно после этого вам это удастся. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока.